То, что происходит между мужем и женой, не должно касаться их детей. Так говорят психологи, и с ними нельзя не согласиться. Но случается и так, что за счет детей супруги пытаются решить свои собственные проблемы. Дети в таком случае всего лишь мишень, и заканчиваются такие истории. Чаще всего не самым лучшим образом. Ей было 29, и она никогда не была замужем. Ему 36, за плечами неудачный брак и ребенок. Когда Мэри Джин и Джон Баталья познакомились, между ними сразу вспыхнула искра. Девушка подумала, что он и есть тот самый, с кем бы она хотела связать свою дальнейшую судьбу. Джон всегда относился к Мэри уважительно, был нежным и ласковым, обсыпал ее комплиментами и дарил подарки. Уже спустя полгода отношений влюбленные решили пожениться. 6 апреля 1991 года в Далласе прошла пышная свадебная церемония. Родители Мэри подарили молодоженам в качестве свадебного подарка большой двухэтажный дом, недалеко от центра города. Счастью девушки не было предела. Шикарная свадьба, любимый муж, собственное жилье. Казалось, что впереди ждут ли счастливые и радостные события. Но счастье было недолгим. И с наступлением первой брачной ночи розовые очки из глаз Мэри слетели. В ту ночь Джон был сам не свой. Мэри не узнавала в своем супруге того самого Джона, за которого согласилась выйти замуж. Нежность и ласка куда-то исчезли. Он выражался в ее адрес вульгарными фразами, был груб и жесток по отношению к ней. Эту сторону Джона женщина увидела впервые. А вот первая жена батальи, Мишель, хорошо знала, каков он на самом деле. Будучи в браке, она пережила многое. Синяки под глазами, сломанный нос, вывихнутую челюсть, унижение и оскорбление. Последней каплей в их отношениях стало жестокое избиение Мишель прямо на улице, после которого женщина упала в обморок, а Джон просто ушел, даже не вызвав скорую помощь. Тогда Мишель посчастливилась. Лежащую на тротуаре ее заметили прохожие, которые не прошли мимо и позвонили в 911. Джон Баталья после этого инцидента был арестован и отправлен в тюрьму на два года. А Мишель подала на развод и вместе с дочерью переехала в штат Луизиана. Согласно постановлению суда, Баталья запрещалась приближаться к бывшей жене и дочери Кристи. Однако это его не останавливало. Он продолжал звонить и писать Мишель, угрожал ей и шантажировал. Кристи на тот момент было всего шесть лет. Девочка любила папу и тяжело переживала развод родителей. Она не знала всего того, что на самом деле творил этот человек. Мать решила не рассказывать ей всей правды и уберечь дочь от этой жуткой истории. А затем Джон встретил Мэри Джин, и преследование Мишель с Кристи прекратилось. Мэри Джин в первую брачную ночь лишь мельком увидела Джона Баталью с другой стороны. Тогда она подумала, что возможно это единичный случай и больше такого не повторится. И действительно, больше ничего подобного мужчина себе не позволял. Уже спустя месяц после свадьбы Мэри узнала, что беременна. 2 января 1992 года родилась малышка Фельд. Девочка росла сорванцом. Она любила играть в футбол и не любила носить платья. Спустя еще 3 года у Мэри и Джона родилась вторая дочь, Либерти. В отличие от старшей сестры, Либерти была тихой и спокойной, занималась балетом. Она называла себя принцессой и могла целыми днями ходить в нарядных пышных платьях и короне. Джон Баталья в дочерях души не чаял. Он называл всегда девочек очень ласково, играл с ними, баловал и проводил все свободное время. При этом мужчина не забывал и о старшей дочери от первого брака, Кристи. Он всегда звонил ей, посылал деньги и подарки. В какой-то момент Мишель даже показалось, что Джон остепенился и кардинально изменился рядом с Мэри. Женщина видела, что Кристи очень не хватает отца и приняла решение иногда на праздники позволять девочке гостить у него дома. Мэри Джин наблюдала, как Джон общается с девочками и чувствовала, что он лучший отец на свете. Однако сказать о Джоне как еще и о лучшем муже Мэри все же не могла. Жизнь в доме, принадлежавшем его жене, была настоящим ударом по его самолюбию. Мужчина злился из-за этого на Мэри, мог обидеть грубым словом, постоянно во всем ее критиковал. Однако все стало куда хуже после того, как Либерти немного подросла, и Мэри стала управлять антикварным бизнесом своей семьи и арендуемой недвижимостью. Причем делала это достаточно успешно. Это еще больше заводило Джона. Он старался всячески обидеть или унизить женщину и во всем пытался над ней доминировать. По выходным и праздникам роскошный дом семьи Батальи всегда был полон гостей. Это были их родственники, друзья и коллеги. Все завидовали супружеской паре и их семейному счастью. На людях Джон был очень нежен и ласков по отношению к жене, а она отзывалась о нем только самыми лучшими словами и рассказывала разные смешные случаи о нем и детях, что заставляло людей любить Джона еще больше. Джон Баталья работал руководителем в крупной финансовой компании. Коллеги по работе не очень любили Джона из-за его грубого и оскорбительного поведения. Но однажды Баталья допустил фатальные ошибки в расчетах, из-за чего лишился высокой должности и стал обычным бухгалтером. Свою злость и раздраженность он выплескивал на Мэри. Однако теперь он не только наносил ей моральный вред, но и перешел на физический. Однажды ночью, в декабре 1999 года, они поссорились на глазах у девочек, и Мэри Джин велела ему убираться. Зная, что дом ему не принадлежит и Мэри имеет полное право его вышвырнуть, он ушел и снял себе дом в одном из районов Далласа. После ссоры Баталья не давала себе знать и не пыталась связаться ни с женой, ни с детьми. Приближалось Рождество, и Мэри вместе с девочками собирались отметить этот праздник впервые без Джона. Однако рождественским утром в дверь позвонили. Это были Джон и Кристи. Несмотря на то, что мать запретила девочкам открывать кому-либо дверь, в этот раз они ее ослушались. Ведь за дверью папа и их сестричка, по которым они успели очень сильно соскучиться. Сама же Мэри в это время была на втором этаже занята своими делами, и когда спустилась, муж уже находился в гостиной. Женщина не стала устраивать при детях скандал и разрешила на некоторое время ему остаться. После чего снова поднялась наверх, чтобы закончить свои домашние дела. Но уже спустя несколько минут в комнату зашел Джон. Мужчина закрыл за собой дверь, и выражение его лица полностью изменилось. Глаза наполнили злостью и яростью. Мэри поняла, что ничего хорошего это не предвещает, и попятилась поближе к столу, чтобы схватить что-нибудь для самообороны. Но Джон перехватил ее взгляд и не дал женщине этого сделать. Он накинулся на нее и повалил на кровать, а затем сильно стал бить руками по голове и затылку. Мэри, что есть силы, крикнула девочкам, чтобы те позвонили в 911. После того, как Кристи вызвала полицию, дети побежали в комнату, откуда кричала мать, где и застали эту жуткую картину. Девочки плакали и молили. «Папа, прекрати, прекрати!» Пока Мэри с детьми успокаивались и приходили в себя, Джон ушел. При этом забирать с собой Кристи отец не стал. Полиция вместе с медиками приехали в течение 10 минут. Они настоятельно советовали женщине обратиться в приемный покой для обследования, так как она выглядела сильно пострадавшей. Однако Мэри отказалась. Было некогда ехать в больницу, ведь сегодня Рождество, а она ждет гостей на ужин. Медицинские работники обработали ссадины женщины, а полицейские составили протокол и зафиксировали побои для доказательства. В тот день Кристи осталась дома у Мэри. Девочка вместе с семьей Перл отпраздновала Рождество, а утром улетела в Колорадо к маме. Вплоть до раннего рождественского утра 1999 года Кристи любила и обожала своего отца. Но после того, что она увидела в тот день, она больше не хотела его видеть и иметь с ним ничего общего. Позже Баталия будет говорить, что во всем этом нет его вины, и только Мэри виновата в том, что их общение с Кристи прекратилось. Сразу же после этого инцидента женщина не стала затягивать и подала на развод. Однако Джон не спешил соглашаться с условиями, которые предлагала Мэри. Его постоянно что-то не устраивало. В какой-то момент он и вовсе заявил, что согласится на развод лишь в том случае, если Мэри заплатит ему 250 тысяч долларов. Он стал ее преследовать, постоянно писал и звонил. Однажды в телефонном разговоре, когда речь зашла о детях, обронил такую фразу. «Я сожалею о том, что может произойти в будущем. Для тебя это может быть плохо». Тогда женщина не придала особого значения этим словам. Все, что она хотела, это быстрее развести с ним и вычеркнуть его из своей жизни и жизни детей. 12 июля 2000 года должно было состояться слушание по делу об избиении Джоном Батальи своей жены, Мэри Джин Перл. Однако за день до слушания Баталья позвонил Мэри и предложил сделку. Он соглашается со всеми условиями и подписывает согласие на развод, а она должна отказаться от своих показаний в суде. Женщина не стала спорить и совсем согласилась. Джон предложил Мэри заехать завтра перед слушанием в офис к его адвокату. Там он сможет все подписать и после этого они вместе отправятся в суд. Утром 12 июля Мэри направляется в назначенное место, где называет секретарю свое имя и говорит о том, что ее ожидают. Однако девушка, внимательно просмотрев записи, с уверенностью заявила, что ни Мэри Перл, ни Джону Батальи на этот день встреча назначена не была. Возмущению Мэри не было предела. Джон одурачил ее. И теперь она опоздает на слушание. Так и случилось. Как только Мэри вошла в зал суда, судья объявил, что слушание по делу об избиении закончено ввиду того, что сторона обвинения не подготовлена. Мэри умоляла судью не снимать обвинения с Джона, плакала и твердила, что он опасный человек. Судья смягчился и сообщил, что женщина может подать повторное заявление спустя 6 недель. Было назначено еще одно слушание по этому делу. На этот раз Джону не удалось отвертеться, и он был признан виновным в избиении Мэри Джинн рождественским утром. Ему был назначен штраф 500 долларов, а также 2 года условного срока и 80 часов общественных работ. Ему также было предписано ежемесячно проходить тестирование на алкоголь и наркотики. Вскоре после этого слушания состоялся и развод. Согласно решению суда, Джон Баталья мог встречаться с дочками каждую среду и по выходным. Также, согласно решению суда, передача детей между родителями должна происходить на нейтральной территории, а сам Баталья ни при каких условиях не должен приходить в дом бывшей жены и как-то пытаться связаться с ней. Три месяца Баталья добросовестно исполнял решение суда. Однако в ноябре 2000 года анализ его мочи дал положительный результат на содержание в ней наркотических веществ. Несмотря на то, что Мэри было подано ходатайство о невыполнении ее бывшим супругом распоряжения суда, пересмотра этого дела и повторного слушания по нему назначено не было. Джон Баталья выплатил штраф в 500 долларов и после этого продолжил соблюдать свой испытательный срок. По поводу его нарушения так и не было ничего предпринято. Начиная с февраля 2001 года, дела у Баталья пошли в гору. Он стал работать финансовым директором в крупной корпорации. Кроме того, на Пасху Кристи согласилась встретиться с отцом после длительной разлуки. Фельд и Либерти узнали о приезде Кристи и просили отца отпустить ее к ним на праздничный ужин. Он согласился. После ужина Мэри подарила детям подарки, а в открытку Кристи положила 50-долларовую купюру. Позже тем же вечером, после возвращения Кристи к отцу, на телефон Мэри Джин пришло голосовое сообщение от бывшего мужа, в котором он возмущенно говорил «В следующий раз, когда ты решишь дать моей дочери 50 долларов, почему бы тебе не рассказать ей о том, как ты лишила ее средств на колледж, грязная свинья?» Мэри Джин отнесла запись в полицию, где ее передали судье, чтобы получить ордер на арест батальи. В силу различных обстоятельств, ордер был получен лишь 1 мая, спустя две недели после того, как Мэри Джин предъявила запись в полицейское управление. Сотрудник пробации, который был назначен баталье судом для тестирования его на алкоголь и наркотики, предупредил Джона обо всей этой ситуации, а также о том, что это может значительно повлиять на его испытательный срок. Мужчина сразу понял, что виной всему оставленное им две недели назад Мэри Джин голосовое сообщение о 50 долларов для Кристи. Понимая, что звонить бывшей жене и пытаться с ней договориться бесполезно, баталья стал обзванивать их общих друзей и просить, чтобы те поговорили с Мэри и убедили ее не выдвигать против него обвинения. Однако все было тщетно. К этому времени все уже понимали, кем он является на самом деле. В чувстве полного отчаяния мужчина отправился в полицейское управление Хайленда, где решил встретиться с детективом, с которым он познакомился во время своих различных столкновений с законом и проконсультироваться с ним по поводу этой ситуации. Однако тот его обнадежил, сказав, что за несоблюдение постановления суда ему грозит арест. Джон не стал ходить вокруг да около и спросил напрямую, арестуют ли его сегодня. Но детектив заверил, что нет, так как сегодня среда, и этот день по закону он должен провести с детьми. А арестовывать мужчину при детях они не станут. Детектив посоветовал Джону провести вечер с девочками, поговорить с ними, а наутро прийти с повинной в полицию к своему надзирателю. На том они и разошлись. Баталья не был уверен в том, разрешит ли Мэри сегодня ему встретиться с девочками. Поэтому попросил их общую знакомую позвонить ей и узнать об этом. Мэри дала положительный ответ, сказав, что все будет как обычно и что Джон может позвонить дочкам на их телефоны и обсудить планы на день. Через несколько минут на телефон Фельд позвонили. Это был отец. Он попросил дочь включить громкую связь, а затем спросил у девочек, не хотят ли они с ним сегодня поужинать. Сестры согласились. После чего Джон также сказал о том, что это может быть их последняя встреча, так как его могут посадить в тюрьму на целый год, и они в следующий раз нескоро увидятся. Девочки очень любили отца, поэтому сильно расстроились, услышав, что в следующий раз могут увидеть его нескоро. Фельд подошла к матери и спросила, «Мама, а это правда, что мы папу не увидим целый год?» «Не волнуйся об этом», ответила Мэри Джин. «Вы увидите папу значительно раньше, через месяц или около того». Фельд грустно взглянула маме в глаза и спросила, «Мама, почему у меня самый плохой папа в мире?» Однако женщина поспешила ее убедить в том, что это не так, что папа очень любит их и скучает. Подготовив девочек к встрече с отцом, женщина отвезла их на стоянку продуктового магазина, где обычно проходила их встреча с бывшим супругом. Фельд и Либерти поцеловали маму, а затем как-то необычайно неохотно вышли из машины. Выезжая со стоянки, Джон и Мэри встретились взглядами. Девочки помахали маме руками и прижались к стеклу машины, после чего она скрыла за поворотом. В тот момент на душе Мэри стало как-то особенно грустно и тоскливо. Девочки были для нее всем, ее миром. И женщине было больно от того, что все происходит именно так, что из-за них, взрослых, страдают дети. Мэри постаралась отогнать эти мысли прочь и подумала о предстоящей в этот день важной деловой встрече, которая закончится около 10 часов вечера. Оставлять детей с отцом дольше отведенного с отом времени женщина не хотела, поэтому решила попросить свою хорошую подругу Мелиссу немного присмотреть за девочками после того, как Джон привезет их домой. Времени до встречи было еще предостаточно, и женщина решила, что не будет звонить Мелисе по телефону, а заедет к ней домой, чтобы немного поболтать с подругой, а заодно и попросит ее помочь с девочками. Тем временем Джон предложил Фельд и Либерти поужинать в ресторане барбекю. Они согласились. Однако перед тем, как отправиться в ресторан, мужчине нужно было заехать домой, чтобы переодеться. Пока они добирались до дома, девочки неоднократно спрашивали у отца, действительно ли он сядет в тюрьму, и как долго они его не увидят. В эти моменты Джон жутко злился на Мэри. Он ненавидел ее за то, что она рассказала все детям и выставила его в их глазах не в самом лучшем свете. Непонятно, что тогда щелкнуло у него в голове, но по приезду домой мужчина не пошел переодеваться, как планировалось, а вместе с девочками поднялся на чердак дома. В тот момент гнев и злость полностью взяли над ним контроль, и Баталья раздраженно приказала старшей дочери позвонить матери и спросить, почему она хочет, чтобы его посадили в тюрьму. Фельд не стала перечить отцу и набрала номер мамы. Однако вместо гудков ответил голосовой ящик. Тогда Джон попросил девочку оставить голосовое сообщение с просьбой перезвонить ей. Разочарованный тем, что связаться с Мэри не получилось, Джон набрал номер телефона своей бывшей тещи, Дорис Перл, и попросил ее связаться с дочерью, чтобы так как можно быстрее перезвонила Фельд. Когда Дорис позвонила Мэри, она как раз подъезжала к дому подруги Мелиссы. Женщина была удивлена звонку матери и подумала, что, возможно, девочки захотели пораньше вернуться домой, поэтому и звонят. В 19 часов 20 минут она вошла в дом подруги и набрала номер старшей дочери. Однако в трубке услышала голос бывшего мужа. Тот включил громкую связь и раздраженно шептал на заднем плане. «Спроси ее, спроси!» Фельд заговорила. «Мамочка, почему ты хочешь, чтобы наш папа сел в тюрьму?» Сердце Мэри сжалось от боли. Она сразу же поняла, что ее девочка расстроена и плачет. Женщина пришла в ярость и ответила. «О, да ладно тебе, Джон! Не поступай так с ними!» Однако вместо ответа она лишь услышала крики и плач детей. Фельд кричала. «Не надо, папа! Не делай этого! Не надо, нет!» А затем Мэри услышала этот ужасный звук. Ее гнев перерос в панику, и она закричала, что есть силы. «Бегите, малыши! Бегите так быстро, как только можете! Бегите к двери!» А выстрелы все не прекращались. В тот момент женщина находилась в состоянии шока. Она чувствовала полную беспомощность от всего происходящего. За несколько секунд перед глазами Мэри пролетела целая жизнь. Как только выстрелы прекратились, Баталья взял трубку и сказал «Счастливого Рождества, Мэри Джин!» Пока женщина приходила в себя после всего услышанного, Мелисса набрала 9-1-1. Подруга обо всем подробно рассказала оператору и назвала адрес Батальи. В ответ оператор проинструктировала женщин, сказав, чтобы они ни при каких обстоятельствах не отправлялись на возможное место преступления и не подвергали опасности из себя. Однако просто сидеть и ждать Мэри не могла. Несмотря на советы оператора и уговоры подруги не посещать дом бывшего мужа, Мэри Джин все-таки туда поехала. Всю дорогу женщина молилась, чтобы Баталья просто расстрелял комнату, но не тронул ее девочек. Она ехала очень быстро, в надежде увидеть своих малышек живыми. После разговора с бывшей супругой, Баталья отправился в ванную. Там он принял транквилизаторы, а затем вышел на улицу, сел в автомобиль и тронулся с места. Его первой остановкой стал бар, где он часто коротал вечера за выпивкой. Там мужчина заказал два алкогольных напитка, но это не помешало ему сесть за руль снова. Следующей остановкой был его офис. Там Баталья положил чек в конверт для своей дочери Кристи, а затем отправил ей голосовое сообщение. «Я кладу твой чек в конверт. Это твои деньги на колледж. Люблю тебя, милая. Скоро поговорим». Когда Мэри подъехала к дому Джона, то поняла, что полиции здесь еще не было. Однако сидеть и дожидаться ее женщина не стала. Она вышла с машины и уверенно направилась в дом, ведь там ее девочки, которым, возможно, была нужна помощь. Дверь оказалась открытой. Однако, войдя внутрь, Мэри никого там не нашла. В доме стояла гробовая тишина. Складывалось впечатление, что здесь и вовсе никого нет. Однако, еще пара секунд, и по телу женщины пробежала холодная дрожь. Девятилетняя Фейд и шестилетняя Либерти, ее малышки, безжизненно лежали на полу чердака. Спустя несколько минут к дому подъехали полицейские. С трудом им удалось отвезти от тел девочек, обезумевшую от горя мать. Офицеры тщательно обследовали дом, однако Джона там так и не нашли. Он был объявлен в розыск. Следователь Гиги Рэй, которая работала по этому делу и одна из первых оказалась на месте страшной трагедии, позже заявила, что, скорее всего, Либерти услышала крик своей мамы в телефонной трубке и попыталась убежать, но не успела. Пуля, выпущенная отцом из пистолета в спину ребенка, оказалась быстрее малышки. Уже спустя несколько часов, вечером того же дня, машина Баталья была обнаружена припаркованной во дворах неподалеку от тату-салона. Через несколько минут показался и он сам. При задержании мужчина оказывал сопротивление и даже попытался дотянуться до своего пистолета, однако сделать это ему не удалось. Позже выяснилось, что после того, как Баталья записал голосовое сообщение для Кристи, он заехал за своей знакомой и они вместе поехали вначале выпивать в бар, а затем отправились в тату-салон. Там Джон Баталья до того момента, как его задержала полиция, успел набить себе над предплечье татуировку в виде двух переплетающихся колючих роз с именами дочерей Либерти и Фейд. Дочерей, которых он сам же и убил. Гиги Рей вспоминает, «Когда я вошла в дом и поднялась на чердак, Либерти лежала у входной двери. Было очевидно, что она, вероятно, бежала к выходу. У нее были множественные огнестрельные ранения в спину. Она лежала в луже крови. Ее маленькие распущенные волосы были раскинуты веером вокруг головы. Я никогда этого не забуду, потому что они были в свернувшейся крови. За свою карьеру я видела разное и работала над многими убийствами. Но есть лишь некоторые, которые не забудутся никогда. Есть лишь горстка людей, которых я никогда не забуду. И они, эти маленькие девочки, будут одними из них. В тот момент я чувствовала, что обязана остаться с этими малышками до тех пор, пока мы не перенесем их с чердака. Моя смена в этот день закончилась в 11 часов вечера, но я позвонила своему начальнику и спросила, могу ли я работать сверхурочно до тех пор, пока тела девочек не будут доставлены к двери морга для проведения судебно-медицинской экспертизы. Я не хотела оставлять их одних в этом страшном месте, где в последние минуты своей жизни они боялись и молили о помощи. В тот день я попала домой лишь под утро. Я не плакала ни на месте преступления, ни после, когда составляла документы, но я плакала потом, когда вспоминала этих малышек и когда думала о них. Через две недели после убийства Джон Баталья впервые предстал перед судом, где ему было предъявлено обвинение по двум статьям, караемым в Америке смертной казнью в случае признания обвиняемого виновным. Следствие по этому делу значительно затянулось. Лишь на поиск беспристрастных присяжных ушел не один месяц. Это дело в Америке получило широкий резонанс. Баталья с удовольствием давал интервью для СМИ и позировал на камеру. Отец Батальи был единственным, кто навещал Джона в тюрьме и искал для него хороших адвокатов. После первого заседания суда в одном из интервью мужчина сказал, «Джон искал сегодня в суде знакомые лица, кого-то, кто знает его лучше, чем кто-то другой. Я скучаю по своим внукам, я скучаю по ним всем, но он все равно мой сын. Он болен, но он не злой. Если бы я знал, что он планирует, то, наверное, убил бы его сам. Я не могу этого понять». 22 апреля 2002 года наконец состоялся суд по вынесению Джону Батальи приговора. На суде Мэри Джин рассказала, что в ту страшную ночь после убийства девочек, когда она проверяла свою почту на телефоне, то обнаружила сообщение от бывшего супруга, в котором он говорил, «Привет, девочки. Я хочу вам сказать, что вы были очень храбрыми, и я надеюсь, что теперь вы отдыхаете в лучшем месте. Я бы хотел, чтобы вы не имели ничего общего со своей матерью. Она злая, порочная и глупая». Эти слова Баталья записал уже после того, как жестоко убил своих дочерей. Доктор Джонни Маклин, которая проводила вскрытие Фельд, рассказала присяжным о трех выстрелах, которые привели к смерти девочки. Первый выстрел был произведен в область поясницы. Второй пробил ее сердце и поджелудочную железу. А третий выстрел отец совершил, плотно прижав пистолет к голове дочери. Он оказался фатальным и проломил ребенку череп. Дженни Стаусенд проводила вскрытие Либерти. Женщина рассказала суду и присяжным, что в девочку стреляли пять раз, причем все пули вошли в спину. Вероятно, пока Баталья убивал старшую дочь, малышка Либерти пыталась убежать, но не успела. На суде Баталья вел себя сдержанно, внимательно слушал и, кажется, был заинтересован результатами судебно-медицинской экспертизы. Он ни разу не попросил прощения, не проявил раскаяния и, в целом, вел себя так, словно ни в чем не виновен. Пол Джонсон, адвокат Джона Батальи, был такого же мнения. На суде он просил присяжных признать его клиента невиновным и утверждал, что нет никаких доказательств того, что именно Баталья стрелял в Либерти и Фельд, так как свидетелей, которые бы это видели, попросту нет. Тем не менее, присяжным понадобилось всего 19 минут, чтобы признать подсудимого виновным в совершении тяжких преступлений и вынести свой вердикт относительно его наказания – смертную казнь. Окончательное вынесение судом приговора было назначено на следующий день, однако защита предоставила несколько экспертов, которые свидетельствовали о том, что Баталья болен и страдает рядом психических заболеваний, в том числе биполярным расстройством личности. Однако суд присяжных своего решения относительно назначения подсудимому смертной казни менять не стал. Тем не менее, в конечном счете даты казни менялись трижды в связи с предоставлением отсрочек из-за вопросов о его психическом здоровье и проведением различного рода психологических экспертиз. В тюрьме Баталья много читал, занимался спортом и даже писал стихи, которые публиковал на своем личном веб-сайте. Некоторые говорят, что этот человек был настолько умен, что ему несколько раз удавалось отсрочить казнь, симулируя те или иные проблемы с психикой. Больше всего, находясь в тюрьме, Джон Баталья боялся встречи с дочерью Кристи. В интервью он говорил, что не хотел бы, чтобы она приходила к нему и видела его в таком виде, не хотел смотреть ей в глаза. Долгие годы Кристи и не приходила. Она не могла простить отцу того, что он сотворил. Все эти годы, пока Джон находился в камере смертников, Кристи приходилось очень трудно. Девушке казалось, что в ней борются два человека. Один очень любит своего отца, несмотря ни на что, а другой ненавидит его за то, что он лишил жизни ее маленьких сестер. И все-таки, будучи уже взрослой, Кристи отправилась в тюрьму к отцу, а затем изредка продолжала его навещать. Девушка искренне верила, что ее отец страдал разными психическими заболеваниями и не отдавал себе отчет в том, что совершил в тот страшный вечер. Так пролетели 16 лет. 16 лет после оглашения приговора смертная казнь Джон Баталья был еще жив. Он ел, пил, дышал, в то время как Фейд и Либерти спали вечным сном. Однако, в конце концов, спустя сто длительное время удалось все-таки точно установить, что никаких проблем с психическим здоровьем у него нет. В момент убийства девочек он надавал себе полный отчет в своих действиях и понимал, чем это чревато. 1 февраля 2018 года состоялась казнь Джона Батальи. Мэри Джин, которая еще на первом заседании суда сказала, что не удостоит его своим присутствием в тот момент, когда его жизнь будет обрываться, все-таки пришла. Кристи с мамой Мишель также присутствовали во время казни. Увидев бывшую жену Мэри, Баталья с улыбкой на лице сказал «Привет, Мэри Джин. Увидимся позже. Пока». Затем он повернулся к надзирателю и сказал «Продолжай, пожалуйста». Баталья закрыл глаза и лежал неподвижно в тот момент, как ему вводили смертельную дозу пинто-барбитола. Однако спустя минуту он, как ни в чем не бывало, поднял голову и прошептал «О, я все еще жив». Затем снова закрыл глаза, а спустя 22 минуты был объявлен умершим. В память о убитых девочках в Далласе был создан приют домашних животных. Кроме того, Сенат Техаса создал законопроект, в соответствии с которым судьям необходимо будет учитывать историю домашнего насилия при рассмотрении вопроса о разрешении посещения детьми родителей без присмотра. Похороны девочек состоялись пасмурным субботним утром. Мать вспоминает, что после церемонии прощания откуда ни возьмись на небе появилось солнце и раздвинуло серые тучи. Солнце осветило могилу девочек и залило ее светом. Мэри Джин всем сердцем верит, что ее малышки с неба послали ей знак, который означает, что им там тепло и хорошо и что теперь они в полной безопасности.